МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья, представляю сегодня для вас очередное видео для творческих людей. Делюсь вестями, новостями из моей творческой студии. А у вас, дорогие друзья, будет возможность наблюдать сегодня, как из-под моих рук выходит очередное изделие. Это может быть панно, флористический калаш, картина, исполненная в технике прессованной флористики, настенные часы, ювелирные украшения из эпоксидной смолы. Да мало ли еще что, я сама не знаю, на что я способна. Прямо сейчас вы сможете наблюдать, как в моей творческой студии получилось вот это изделие. А при желании, друзья, это вполне возможно, что вы сможете повторить нечто подобное или создать свое уникальное, единственное в мире изделие. Впечатляет? Добро пожаловать в мою творческую студию! Эти копик-маркеры, с помощью них можно проводить и тонкие линии с одной, с одного конца у него как будто бы ручка, а с другой вот такая вот, как будто бы плоская кисточка. Ничего тут такого мудреного нет. Ты видишь цель и окрашиваешь ее. Почему эти фломастеры тоже художники-флористы используют для окрашивания? А цветы засушены, они, их нельзя намачивать заново, иначе все падет прахом, все высушивание цветов. А вот эти копик-маркеры, они не на водной основе, а на спиртовой. Спирт, он моментально испаряется, поэтому не успевает как-то плохо, негативно воздействовать на цветы. Вот, поэтому их и используют. Но почему я не люблю, может быть, я плохо объяснила. Они не очень надежные. Цвет вначале хорошо смотрится, а потом он исчезает. Пампастель, она все-таки не исчезает. А вот копик-маркер, я поэтому вам никогда и не рассказывала. Но я сама тут, друзья, удивлена, что 4 года цвет держится. Может быть, именно вот этот номер 29 копик-маркера, он, не знаю, пигмент какой-то в нем хороший. У меня вообще, их вот столько цветов, вот они у меня, еще помимо этого 29-го. Вот, и я себе на таких бумажках памятки сделаю. Вот такой-то номер так-то выглядит, понимаете, чтобы каждый раз не открывать его, не чирикать на бумаге, не смотреть. Вот, вот я сделала повторное окрашивание. Вот эти цветочки тоже я окрашу. Пусть у меня будут красные включения. Красный, желтый, белый прекрасно смотрятся на синем фоне. Кстати, можно, конечно, по моему желанию, можно было бы цвет фона изменить, но мне нравится этот синий, синий фон. Вот, и, по идее, мне моя идея с центральной композицией и с каким-то обрамлением, вот, тоже мне нравится. Сейчас я еще подумаю, может быть, я добавлю вот этого зеленого цвета, не знаю. Подумаю. Слишком перезагружать тоже бы нежелательно композицию. Надо, чтобы и пустое пространство, место осталось на столике. Хочу объяснить вот этот момент. Я приготовила себе для черновой работы, для черновой композиции фанерку и сказала вам, что сначала нужно сделать на какой-то другой поверхности, потом перенести ее на столик. Но, когда дело дошло до практики, друзья, я поняла, что лучше я лишний раз сначала составлю на столике, потом перенесу эту композицию на фанерку, а потом, как и планировала, буду переносить цветок за цветком снова на кофейный столик. Знаете, почему у меня все пошло не по моему первоначальному плану? Потому что цвет, цвет растений нужно проверять именно на том окончательном фоне, ну, то есть на синем фоне кофейного столика. Понимаете, а то я тут наложу, например, цветов, и мне сама та композиция по форме на фанерке понравится. А как будет выглядеть в целом композиции каждый цветок? Ведь сочетание цветов для нас, художников, флористов, важно. Сочетание. Один цвет, он может быть выигрышно смотрится на одном фоне, а на другом фоне он теряется. Я вот про что. То есть вот колористику своей композиции мне нужно проверить все равно на самой окончательной поверхности моего кофейного столика. Поэтому я проделаю такую вот процедуру, как я уже сказала. Сначала посмотрю цвет, как смотрится на столике, потом переложу на картонку, потом опять буду перекладывать на столик. Вот. Иначе с цветом можно напортачить. Иначе никак. С помощью копик-маркера я раскрасила лепестки клематиса. Вот. Хочу сказать, что цвет, например, маджента здесь, наверное, цвет назвать у копик-маркера. Но на бумаге, на белой бумаге это будет один цвет, а на лепестках, у которых изначально есть какой-то цвет, он будет смотреться по-другому, конечно. Вот. Теперь я как приспособилась? Мне нужно, друзья, все эти толщиной с волос в некоторых местах тычинки покрасить. Вот. Цвет-то я подобрала. Вот такой цвет. Тампончик. Ну, чтобы не покрасить этим цветом лепестки, я подкладываю листик между. Вот. Вот эту процедуру проделываю. Потом покажу вам для сравнения мой косметический ремонт этого клематиса и сравню с тем, что было. У меня есть просто большего размера, такой же цветок. Покажу вам результат. Вот, сравните. Этот окрашенный цветок стал ярче. Ярче. Здесь я применила для его косметики значит копик-маркер для лепестков и пан-пан-пастель для тычинок и сердцевинки. Сейчас проделаю то же самое с этим большим цветком. Итак, друзья, композиция мною создана. Вот, опять у меня все пошло как-то не так, как я планировала. Без применения фанерки. Я когда уложила композицию, подумала, как-то я ее подклею аккуратненько, без переноса туда-сюда. Вот. Так и осталась у меня моя композиция на самом столике. Вот. Есть, конечно, риск небольшой, что не подклеены цветы. Вот заденешь как-нибудь, сдвенешь их. Вот. На улице еще, к тому же, ветер может унести мои цветочки. Понимаете? Есть какой-то риск. Я же собираюсь на улице заливать и сушить эпоксидную смолу. Вот. Ну, я пошла на этот риск. Буду пить шампанское. По поговорке, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Попробую. Очень аккуратно обращаюсь. Теперь, когда я смешаю смолу, подготовлю для заливки, мне нужно еще сначала столик с помощью уровня проверить, чтобы был уровень правильный, абсолютно горизонтальное положение. Иначе смола так и засохнет в кривь, в кость. То есть, на одном конце будет глубже этот слой, вернее, толще, на другом тоньше. Вот. Сначала я с помощью уровня возьму у мужа уровень строительный. проверю поверхность, подготовлю смолу, а потом ее залью. Когда цветочки не приклеены, еще есть риск, знаете, какой? Что некоторые лепестки изогнутся и будут торчать над поверхностью смолы. Ну, конечно, можно этот дефект подправить будет дополнительным залитием смолы. Ну, вот не хотелось бы, чтобы это, знаете, зальешь, 24 часа ждешь, а потом еще опять продлевается, работа становится более продолжительной. Лучше бы ничего тут не загибалось. Для безопасной работы со смолой, друзья, смотрите, перчатки для рук приготовила. Если что-то капнешь, потечет, полотенца бумажные приготовила. Палочка для размешивания смолы. Вот. Моя смола, конкретно вот моя смола, она размешивается один к одному, поэтому я буду в одинаковых количествах смешивать компоненты А и Б. Так, приготовила. Куда это я буду сливать? Вот такое. Здесь даже это для пунша, по-моему, у меня. Ну, или там для холодного чая, лимонада. Вот носик есть. Буду лить. Конечно, у меня размер больше, но ничего. Что-то ничего больше подходящего не нашлось. Столик вынесла на улицу. У нас открытая веранда есть. Вот. Сделала уровень. Видите, подложила там журналы, газетки. И сейчас покажу. Уровень сверху положила, все выровняла. Теперь можно готовить смолу и заливать столик. Я залила смолу. Вот. 24 часа она по инструкции должна застывать у меня. Вот. Пузырьки были. Пузырьки воздуха были. Когда я размешивала смолу, вот эта купленная мной смола, она один к одному размешивается. Компонент А и компонент Б. Вот. Пока я не сла сюда столик, друзья. Один цветочек у меня улетел, я его нашла. Вот. А один не нашла, улетел. Вот. Ветер, ветра, слава богу, нет. Вот. То, что пузырьки у меня есть, я приготовила фен. Если кто не знает, то горячим потоком воздуха пузырьки можно удалять. Вот. Или просто зубной палочкой тыкать пузырьки, если их немного. Вот. Сейчас я вот этой фанеркой, приготовленной, я закрою поверхность. Чтобы птичка, не дай бог, не села сюда, да. Может птичка ведь прилететь, это же на улице. Усядется. И испортит мне все, и сама еще прилипнет. Вот. И от пыли тоже. От пыли, от пыльцы я закрою на 24 часа картонкой. Кофейный столик закончен. Нашлось ему местечко на моей открытой веранде. Вот. Вот так вот он выглядит. Сейчас подойду поближе. Цветы, к счастью, не поменяли свой цвет. Иногда смола так воздействует, друзья, что цвет меняется. Что-то происходит. Вот. Я очень довольна результатом. Теперь с удовольствием будем использовать. У каждого из нас, у меня, у мужа будет свой столик. По правую руку, мы обе правши. Поэтому, вот, смотрите. Это мой цветущий сад. И вот как будто бы часть растений прилетели и уложились на моем кофейном столике. Это ведь действительно 99% тут растений из моего сада. Только вот эти цветочки я собрала, когда мы отдыхали с мужем в Майами. Забыла название. Это тропические. Тропическое растение. Куст так цветет. Кусты такие цветущие были на территории нашего отеля. Вот. И вот эти вот, это не мои. Вот такие вот веточки тоненькие. Это мне подарили. Подарили на конференции в Санкт-Петербурге при обмене там растениями. Обычай есть такой, меняться растениями. Вот. Мне подарили. А все остальные цветы здесь пассифлора, клематисы двух разных видов. Вот и это растение. Это у нас, знаете, что вот красный. Я их просто покрасила такими. Так. Первинкел по-английски. Винка по-русски. Вот. Пассифлора. О, даже часть растений. Пассифлора, это она тропическая лиана. Вот. Я видела пассифлоры в диком виде. Сейчас скажу где. На полуострове Юкатан. Вот. Можно сказать, и тема тропиков присутствует. И просто, и просто, что цветы яркие такие, роскошные цветы. Очень подходит к интерьеру моей открытой веранды. Видите, у меня здесь тропики, тропические растения. Вот. И столик этот хорошо вписывается в этот интерьер. Следующий мой проект будет с такой же заготовкой, я так планирую. Другого цвета, белого цвета я куплю заготовку. Ну, то есть, сам столик, да. И буду заниматься творчеством со смолой. Но я сделаю, знаете что, друзья? Я сделаю эхо для моей картины вот здесь с Карибским морем. Я создам берег, пляж, море на такой же форме столики. Будет стоять он вот здесь, пока пусто, для какого-то гостя на веранде. Вот. Чтобы тоже было в соответствии с курортной темой. Карибское море, пляж, море. Вот. Так что до новых встреч, друзья. До нового проекта. Надеюсь, у меня все сложится хорошо. Но, если я давно занимаюсь с цветами именно и с эпоксидной смолой, то как делать пляж и море, ну, изображение пляжа и моря с эпоксидной смолой? Я сама буду учиться. Посмотрю как можно больше видео на ютюбе других мастеров. И учить не буду, просто буду демонстрировать, как я научилась и что я делаю. Там мастера класса не будет. До новых встреч, друзья, в любом случае. До свидания. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»